Феофилакт, болгарский архиепископ Ахрицкий Толкование на первое послание Коринфянам святого апостола Павла Глава шестая Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Многие судились в денежных тяжбах перед эллинскими судьями, как законоведцами Поэтому стараются исправить это зло, которое представилось ему его случайно Ибо, упомянув о любостяжателях, вдруг воскипел ревностной заботливостью о зараженных таковым грехом И смотри, какое негодование показывает с самого начала, называя это дело дерзостью и беззаконием Не сказал у неверных, но у нечестивых, ибо всякие тяжущиеся, обыкновенные ищут о справедливости Поэтому апостол показывает, что они не найдут ее, потому что неправедны, говорят судьи эллинские Как же они тебя будут судить справедливо? Святыми называют верных, самыми наименованиями показывает различия между первыми и последними Ибо одни нечестивы, а другие святые Разве не знаете, что святые будут судить мир? Поскольку верные, как люди не ученые, казались неспособными разбирать тяжбы То сообщает им вес и важность Во-вторых, назвал их святыми, а потом сказал, что они будут судить мир Не так, впрочем, это должно представлять, будто они займут места судей и будут произносить приговоры Судить будет Господь Нет, они только судят В самом деле, если они, будучи подобны, всем прочим, оказались уверовшими А эти не уверовшими То не осуждение ли это для неверных? Если же вами будет судим мир То неужели вы недостойны судить маловажные дела? Смотри, не сказал От вас суд примет, а вами будет судим Потому что вы уверовшие были примером для мира Изречение «достойно судить маловажные дела» имеет такой смысл Кажется, коринцы не стыдились быть судимыми от внутренних Посему, говорит, напротив Стыдно вам тогда, когда вы судитесь у внешних Ибо эти судилища худые, а не такие, каковы внутренние Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Ангелами называют бесов Итак, мы и бесов осудим Если, несмотря на то, что обличены плотью Окажемся в совершении их, не имеющих плоти А вы, когда имеете житейские тяжбы Поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви К стыду вашему говорю Неужели нет между вами ни одного разумного Который мог бы рассудить между братьями своими Желая отклонить их от внешних судилищ? Говорит Может быть, кто-либо скажет, что в церкви нет никого мудрого Который мог бы разбирать тяжбы Но если, по вашему мнению, нет в церкви ни одного мудрого То лучше поставляйте судьями уничиженных Нежели неверных Впрочем, я сказал это к вашему стыду Если в самом деле так мало мудрых у вас, что суд производить Должны люди простые и необразованные Слова между братьями своими Присокупил для того, чтобы показать, что в таком случае Если бывает тяжба с братом Не нужны многоразличные сведения Потому что братское расположение Все более содействует прекращению спора Но брат с братом судится И при том перед неверными Сугубо зло Одно то, что он производится с братом Другое то, что он производится перед неверными И тоже весьма унизительно для вас Что вы имеете тяжбы между собой Прежде запрещал судиться у неверных А теперь запрещает и самый суд Говоря ли, тоже весьма унизительно для вас То есть предосудительно и постыдно Что вы имеете тяжбы То есть спорные дела друг с другом Это значит слова между собой Апостол сказал это с особенной выразительностью Ибо мы, христиане, должны Почитать друг друга братьями Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете И при том у братьев Много обвинений Первое то, что они не умеют переносить обид Второе то, что напротив сами обижают Третье то, что обижают братьев Хорошо было бы, говорит, и не обижать И не терпеть обид Но если следует избрать одного из двух То лучше терпеть обиды Или не знаете, что неправедные царства Божии не наследуют Заключают увещание угрозы И усиливая речь И спрашивая их о предмете Известным всем Не обманывайтесь Здесь намекает на тех из Коринфян Которые говорили, что Бог человека любив И не будет наказывать, но ведет царство Посему, говорит, не обманывайтесь Ибо и в самом деле явное самообольщение И заблуждение здесь ожидать всяких благ А тем подвергнутся казни Ни блудники Того, кто уже осужден Ставят на первом месте Ни долослужители Ни прелюбодей Ни молокии Молокии называют тех Над которыми совершают постыдное А потом перечисляют И совершающих постыдное Ни мужеложники Ни воры Ни лихаимцы Ни пьяницы Ни злоречивые Ни хищники Царство Божие Не наследуют Многие спрашивают Почему поставил пьяниц И злоречивых Наряду с их служителями И с теми, которые Совершают непотребные дела Потому что и Христос Признал невинным Гиене того Кто скажет брату своему безумный Иван Геет Матфея 5 глава 22 стих И потом опять что Иудеи от пьянства Дошли до илослужения Далее теперь идет речь Не о наказании Но о лишении царствия Царствия же лишаются Равно все таковые грешники А будет ли различие В их наказаниях Об этом Рассуждать здесь не место И таковыми Такими были некоторые из вас Но омылись Но осветились Но оправдались Именем Господа нашего Иисуса Христа И Духом Бога нашего Размыслите Говорит От каких зол Освободил вас И какие блага Даровал вам Бог И вы подвержены были Всем выше И численным порокам Но Он очистил вас От них И не только очистил Но и осветил Каким образом? Оправдав вас Сначала мыл вас Потом Оправдав Осветил Не именем Того Или другого Учителя Но именем Христа И Святым Духом То есть Троица Зарывала вам Эти блага И высказав Что Бог Осветил именем Христа И Святым Духом Выражает Не другое что-нибудь Но именно Троицу Все Мне позволительно Но Не все полезно Так как и прежде Говорил О соблудившем И скоро опять Будет говорить О нем же То вводит речь И о чревоугодии Ибо о чревоугодии Преимущественно Происходит страсть Булудодеяния И так говорит Позвольно мне Есть и пить Но вредно Для меня Принимать пищу И питье Не в меру Все мне позволительно Но ничто Не должно Обладать мною Я говорит Господин Над пищей И питьем Но если буду Употреблять Их не в меру То есть Господина Сделай всех Рабом Ибо кто пользуется Ими как должно Тот господин Над ними Напротив Кто впадает В неумеренность Тот уже не господин А раб их Потому что В этом случае Пресвещение Делается Его тираном Видишь ли Как того Кто почитал себя Властелином Апостол Показал подвластным Смотри Каждый из Коринфян Говорил Мне можно Придаться Наслаждениям Апостол Говорит Ты предаешься Им не потому Чтобы имел Власть над ними А потому что Сам подлежишь Их власти Ибо доколе Остаешься Невоздержанным Ты не имеешь Сам А потому что Сам подлежишь Их власти Ибо доколе Остаешься Невоздержанным Ты не имеешь Власть над чревом Но чрево Над тобой Пища Для чрева Чрево Для пищи Чревом Называют Чрево Годи А не чрев нашего Тела Пища же Неумеренное Употребление Пищи Итак Смысл Слов такой Неумеренное Употребление Пищи Находится В дружбе И родстве С чрево Годием И наоборот И то и другое Не может привести Нас к Христу Напротив Презвано К себе И пересылает Взаимно Одно К другому Неумеренность К чревугодию А чревугодие К неумеренности Но Бог Уничтожит И то и другое Не чрево Но чревугодие И не пищу Но неумеренность Пищи В слове Уничтожит Некоторые Видят Предсказание Состояния Булущего Века То есть Что там Не будет нужды Ни в пище Ни в пяти Если же там И умеренное употребление Пищи Не будет иметь места То тем паче Упраздняет Неумеренность И чревугодие Сказав Что вместе С упразднением Пищи Упраздниться Чрево Выразил Ту мысль Что вместе С насыщением Прекращается Желание Большего По словам же Других Он запечатлел Свое Увещание Молитвой О том Чтобы Упразднились То есть Прекратились И неумеренность И чревугодие Тело же Не для блуда Но для Господа И Господь Для тела Из этих слов Видно Что апостол Говорит О чревугодие По поводу Речи О блуде Ибо следовало Бы сказать так Тело же Не для брашен Не для чрева Но он Не так сказал А как Не для блуда Показывает Что бывает Следствием Телесных Наслаждений Именно блуд А смысл слов Его такой Тело Говорит Не для того Создано Чтобы утопать В наслаждениях И впадать в блуд Но для того Чтобы Повиновалось Христу Как главе своей А Господь Управлял им Как глава Бог воскресил Господа Воскресит И над силой Своей Не смутись Услышав Что Бог Воздвиг Господа Ибо апостол Говорит так Снисходя к ним Как Младенцам И поскольку Об отце Как источники Все единодушные Имели самые Высокие понятия То и воскресение Относит апостол К отцу И объявляет Что и у нас Он воскресит Ибо как Он Воздвиг Главу Нашу Разумею Христа Так Воздвигнет И прочие части Тела То есть нас Дали подтверждение Своих слов Присовокупил Силой Своею Как бы так Говоря Не усомнитесь В том Что говорю Ибо сила Божия Совершающая Великие дела Наполнит И это Исполнит И это А что Воскресение Христа Относит К отцу Как к виновнику Это видно Из того Что говорил Господь О самом себе Разрушите Храм сей И в три дня Воздвигнет Его Ивангелие От Иоанна 2 глава 15 стих И еще О нем же написано Что он И вел себя живым Иоанне апостолов 1-3 И так Хотя он и сам Воскресил себя Но это дело Приписывается Отцу Как к виновнику Разве не знаете Что тела Ваша Суть члена Христова Опять обращается К прежде Предложенному Увещанию Относительно Блуда Между тем Вооружает Слово Свое Великими Ужасами И так Отниму ли Члены у Христа Чтобы Сделать их Членами Блудницы Не сказал Соединись Блудницей Но что ужаснее Сделать членами Блудницы В самом деле Кто не ужаснется Слышит эти слова То есть Отторгнуть члены У Христа И сделать их Членами Блудницы Да не будет Или не знаете Что совокупляющиеся С Блудницей Становится Одно тело С нею Ибо сказано Два будут Одна плоть Показывает Сказано То есть Каким образом Члены Христовы Делаются Членами Блудницы Через сообщение Говорит Мужчина Делается Едино С Блудницей Потому И члены У которых Были членами Христовыми Становятся Членами Блудницы А соединяющиеся С Господом Есть Один Двух С Господом Смотри Как И самыми Наименованиями Блудницы Христа Продолжает И усиливает Обвинение Говорит Что соединяющиеся С Господом Делается Не иным Чем Как Духом Так как Не совершает Ничего Плотского То есть Становится Духовным Ибо Единение С Господом Подает Ему Освящение Духа Показал В этих Словах И то Каким образом Верно Делается Членами Христовыми Бегать Блуда Предписывает Бегать Блуда Как Некого Гонителя От которого Мы ни на Одну минуту Не можем Быть Безопасными И напрягать Все силы К тому Чтобы удержаться Оттонного Всякий Грех Какой Делает Человек Есть Не тело А блудник Грешит Против Собственного Тела Блуд Говорит Оскверняет Все тело Поэтому Соблудившие Обыкновенные В бане Ходят Свидетельствуют Тем Что Тело Их Осквернено И так Блудник Грешит Против Самого Тела Оскверняя И Грязняя Он Хотя Убийство Кажется Телом Уже Совершается Однако Оно Оскверняет Не все Тело Ибо Может Бросить Или Камнем Или Деревом Или Другим Каким Либо Веществом Но Сделать Блуд Без Тела Невозможно Поэтому Оно Всегда Оскверняется Впрочем У апостола Было Намерение Представить Тяжесть Этого Греха В увеличенном Виде Так Как Его Касается Настоящее Вещание Ибо Блуд Отнюдь Не есть Порок Худший Всех Таково Следующее Решение Блудник Грешит Против Собственного Тела В том Отношении Что Смешивается Не по желанию Прозвести Детей Как при Совокуплении Законной Женой Но Напрасно Портит Его Влиянием Семени Излиянием Семени И тем Обессиливает Его Другое Решение Блудник Грешит Против Женщины С которой Смешивается Так как Она Становится Через Это Его Телом Почему Если Смешивается С нею Незаконно То грешит Против Нее Впрочем Решение Великого Иоанна Златооста Лучше Всех Разумею Первое Решение Далее Некоторые Изъявляя Сомнения Спрашивают Что же Зависть Разве Не сушит Тела И разрешают Опять Этот вопрос Так Зависть Есть Страсть А не Действие Апостол Же Говорит Теперь О действии Ибо Вот его Слова О всякий Грех Какой Делает Человек А Не О страсти В самом деле Зависть Не производится Нами Но бывает В нас Не знаете Лишь Что тела Ваша Суть Храм Живущего Вас Святого Духа Который Имеете Вы От Бога Устрашает Еще Более И величием Дара То есть Духа И достоинством Сообщившего Дар То есть Бога Вы Говорит Храм И притом Святой Ибо Вы Храм Святого Духа Не Оскверняйте Святого Храм И не Делайте Бесполезным Дар Божий Ибо От Бога Имейте Дары Духа И вы Не Свои Ибо Вы Куплены Дорогою Ценою Вы Говорит Плод Вы Говорит Под Владыкой И ничего Не имеете Своего Само Тело Не Ваше Ибо Вы Куплены Дорогою Ценою То есть Кровью Христовой Посему Члены Ваши Подлежат Другому Владыке И На это Ему Угодно На то и Должно Обращать Их Деятельность Говоря Это Не уничтожает Свободное Произволение Но Показывает Что Бог Которым Мы Искуплены По праву Требует От нас Служения Себе Посему Прославляйте Бога В телах Ваших И так Поскольку Вы Куплены Говорит То Прославьте Бога В теле Вашем То есть Совершает Телом Добрые Дела И Соблюдая Его Святым И Чистым Ибо Прославление Бога Состоит В том Когда Люди Видят Ваши Добрые Дела И Вследствие Того Прославляют Его И В душах Ваших Показывает Что Не телом Только Должно Избегать Луда Но и Душой Так Чтобы Мысленно Не Оскверняться Ибо Душой Назвал Мысль Евангелие Запрещено И то Прелюбодеяние Которое Остается Только В сердце Которое Суть Божия Непрестанно Напоминает Что Мы Не Принадлежим Самим Себе А находимся Под Владычеством Бога Который Искупил И душу И тело Наше